Всем привет дорогие друзья! Сегодня 16 августа 2020 года. Сегодня мы будем расправлять бабочку ночную. Если вам интересно, оставайтесь с нами, как правильно расправлять ночную бабочку. Для этого у нас на расправилочке находится большая крупная бабочка катоколя элангата. Крупная бабочка сантиметра 3-4. В расправленном виде будет даже больше, конечно же. Видим, что у нее большие пушистые и такие с шипиками ножки. Замечательный хоботок, который вот так вот прекрасным образом мы его расправим. Увидим какой он длинный. И вот такое достаточно крупное тело. Очень пушистенькая бабочка. Конечно, это и очень хорошо и очень удобно, что она большая и пушистая. Но, с другой стороны, надо быть очень и очень аккуратным. Итак, для этого мы используем расправилку. В расправилке мы сейчас ее не будем накалывать вот так булавочкой энтомологической через грудку, а мы сделаем ее специально для того, чтобы расправить ее и расположить другим образом. Просто будет на матрасике у нас лежать. Для этого я здесь специально хоботок сначала отвожу вперед и использую энтомологические булавки. Четвертый номер. Вот такие вот крупные с головкой чешские булавки. Можно использовать также булавки вот такие вот с головкой, которые не накалывать, конечно же, для насекомых надо, только для расправления. И в расправилку я подложил специальную ватку, потому что будет наш экземпляр лежать на матрасике, а не будет на булавочке. Ну, специально я так сделал. Так, удобнее для показа, для экспозиции. Тут я сначала расправляю впереди, устанавливаю две булавочки, с тем, чтобы бабочка не убегала вперед, не сдвигалась. Потом я буду отводить крылья, для того, чтобы она не двигалась. Я зафиксирую булавками тело, чтобы грудка и брюшко не сдвигались, когда будем двигать крылья. И крепкий четвертый номер булавки используем для того, чтобы аккуратненько будем отводить крылья. Видим, появляется замечательная пятнистая полосатая орденская лента, орденское звание. Так, очень сложно, потому что все-таки хочется, чтобы ее не обить ей пушок. Она у немножко уже подсохла, эта сложность представляет. Вот, сейчас двигаем крылышко, крылышко так хрустнуло, значит, начало двигаться, значит, уже легче. И это сейчас попробуем подвигать. Так, двигается. И затем мы используем листочки бумаги. Можно использовать прозрачные, он не обязательно прозрачные. Сейчас подхватываем пинцетиком крылышко и будем его тихонечко расправлять. Главное расправление, чтобы были крылышки параллельно телу, чтобы ровненько расправить. Так, сейчас будем еще поджимать, поджимать тело. Ничего, все нормально. Одно крылышко мы прихватили. Бабочка не такая очень мягкая, достаточно упругая, не очень сильно эластичная, она сопротивляется. Сейчас попробуем прихватить крылышко сначала. Видите, она так не очень красиво, кривовато, конечно же, находится, поэтому нужно ее будет упластить. Немножко ее прижимаем. Прижимаем, так, прижимаем. Не хочет прижиматься. Сейчас испытаем. Для этого, значит, нужно будет прижать в основание крылышек, чтобы она чуть-чуть сдвинулась. Сдвинулась. Она очень сильно сгибается. А вот задняя крылышко тоже. Так, теперь все-таки попробуем сдвинуть крылья получше, посильнее. Потому что нам нужно сделать, чтобы крыло вперед было большим, с большим разворотом. Так, делаем больше разворот. Прижимаем бумажку. Вот. Теперь уже лучше раскрыто. Теперь делаем до правого крылышка. Больше разворот. Отправили. Так, 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 так. Отправили. Сейчас можем поджать. Вот так. Лучше всего будет расправить заднее крылышко. И прижать его вместе. 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 Вот так. Вот в этой позиции. Что довольно трудно, потому что бабочка гибкая. Гибкая двигается. Попробуем. 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 Так. Так. поджимаем уже лучше полностью параллельно нам так не удается ее расправить она слишком очень видимо изогнулась и засохла потому что если будем сильно ее нажимать она потеряет свой пушок то мы стараемся ее быть очень нежным и осторожно немножко все-таки можно ее вот так вот повторить нажать значит нам нужно теперь левое крыло таким же образом прижать орденскую ленту поправляем вот так поправим орденскую ленту здесь мы прихватим нижнюю часть а тут надо прихватить верхнюю часть крылышко поджимаем вот уже практически гораздо ровнее получилось теперь можем поправить здесь расправленные крылышко можем тихонечко раздвинуть закрепить ее попрочнее получается тоже здесь попрочнее закрепить теперь вот этот вот краешек у нас выдвигается надо его тоже поправить чтобы он был ровненько чтобы ровненько быть крылышко так закрепим эту часть и эту часть к сожалению усик очень сильно высох и отвалился это зря так брюшко вот немножко поднимается можно его тоже немножко опустить мы его опустим просто двумя булавочками подожмем она очень пушистенькая надо осторожненько чтобы пушок не осыпался так теперь у нас самая интересненькая осталась часть хоботок хоботок замечательный хоботок сейчас мы его увеличим какой он красивый смотрите видно розовые крылышки вот хоботок мы посмотрим как я его буду расправлять прихватываем хоботок и так его для экспозиции раскручиваем он еще остается в кадре вот какой длинный хоботок так надо осторожно с булавками потому что все таки расправилка твердая булавки надо крепче поджимать поджимать насекомое не раз снова не раскрылась можно дополнительно некоторые булавки так добавить итак мы видим что спрятали всю бабочку практически под пластинки вот так вот так вот так здесь у нас имеется крепкие булавки четвертый номер они придерживают и здесь тоже у нас есть крепкие булавки хоботок расправлен усик вот здесь вот один остался один отломился практически параллельно получились крылышки задние крылышки брюшко и специально брюшко здесь лежит на ватке с тем чтобы оно было ровненько чтобы она туда не проваливалась потому что мы не использовали все таки не использовали иголочку потому что наша бабочка будет потом выложена специально на экспозиции на ватном матрасике а там не нужно будет не нужна будет булавка так вот я смотрю ровненько ли крылышко вот немножко крылышко может быть не ровненько вот это вот правое но сложно его поправить потому что оно очень жестковато и так что мы его не будем больше поправлять маленькая изогнутость будет нормальная естественно такая форма итак мы видим что крылышки расправлены по возможности вверх расправлены также задние крылышки на орденской ленте на нашей и параллельно сделано практически параллельно сделано брюшкового здесь бумаги бумажка использовалась все-таки непрозрачная поэтому сложновато наблюдать но я думаю что не в этом суть главное чтобы крепко пришпилить кусочки бумаги чтобы она не оторвалась и теперь можно спокойно поставить например на солнечное окно на подоконник и несколько дней на солнце будет вполне достаточно чтобы подсушить бабочку неделю думаю что будет совершенно достаточно потом ее можно уже переложить в пластиковый контейнер очень плотный с ватой или в экспозиционную коробку выложить на вату после просушки 7 дней будет полностью достаточно потом нужно будет раскрыть все булавки снять и снять все листочки на этом мы заканчиваем спасибо за внимание надеюсь было любопытно интересно постараемся следующий экземпляр показать с прозрачными крылышками будет еще более весело до новых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии пока пока продолжение монтировки следует до новых встреч